В городе начата модернизация уличного освещения через финансирование проектов Европейским банком реконструкции и развития. Об этом сообщил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города семей Амантай Утельбаев. По его словам, в семье за текущий год запланировано заменить более 7 тысяч светоточек. Более 70% запланированных на этот год работ уже выполнены, говорит Амантай Утельбаев. Замена светоточек производится на 136 улицах города. Оставшиеся 30% работ также будут завершены в скором времени. Сейчас идет на остальных улицах полностью замена тех необходимых светоточек с устройством биоустановки кабелей, шкафов, необходимой замены. Естественно, данная работа у них ежедневно проводится двумя-тремя бригадами. Также у нас есть моменты, где мы планируем те улицы, которые были не охвачены в рамках этого программы, тоже будет более 32 улиц освещаться. По словам руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции, дополнительно прорабатываются вопросы освещения остальных улиц города, где имеется асфальтовое покрытие. Помимо этого планируется осветить площади города и памятники, которые привлекают внимание жителей и гостей города в темное время суток. Улица Абая вообще освещена хорошо, где именно находится памятник Абая. Да, он достаточно хорошо освещен, но сам памятник в целом не соответствует, мне кажется. Я считаю, что нужно было бы освятить много памятников в нашем городе. Памятник культуры у нас один, более-менее где освятили, это получается площадь Абая, где памятник Абая освятили, а остальные я не вижу, что еще освещается. Вот там есть памятник, и он вообще не освещен, но вроде бы за это уже взялись, ведь все не может решиться за один день. Постепенно все приведут в порядок, но сейчас в любом случае лучше, чем было раньше. А это площадь Ауэзова, где имеется памятник писателю, но только местные жители знают, чей памятник здесь установлен, в то время как гости города не смогут разглядеть ничего в темное время суток. Что касается площадей, скверов, памятников, парков, на сегодняшний день на данных объектах освещение имеется, но есть моменты, которые мы хотим сейчас детально доработать, чтобы были освещения, и те сооружения, которые стоят на этих объектах, ее осветить до этого полного завершения вот этих программ, которые на сегодняшний день у нас запланированы. В городе Семи имеется более 50 памятников истории и культуры местного и государственного значения, и их освещение требует особого внимания. В тот момент, когда одни памятники расположены на доступных и хорошо освещенных местах, другие остаются в тени и скрыты от глаз даже местных жителей.